Во-первых, ум не является врагом. Ум – это обработчик, это связующее звено между сознанием и разумом, между сущностным и личностным. Да, зачастую, когда сущностное латентно, то есть человек еще не осознал, не ощутил в самом себе самое себя с большой буквы, то он находится в режиме выключенности по отношению к сущностному и пребывает только на территории личностного, то есть на территории своей персонажности. Но ум, он обязательно должен иметь место быть, это инстинкт самосохранения, это инстинкт выживания, то есть это тот обработчик, который соединяет, да, обрабатывает данные, делает какие-то заключения, да, какие-то выводы, создает точку зрения, какое-то мировоззрение и, в общем-то, парадигмы сценарий. То, что автор предлагает оставаться в бодрствовании, опять-таки, вот если взять простого человека, который прочитал эту цитату, он начинает натягивать на себя образ о том, как выглядит он, когда ум спит, но при этом он остается в бодрствовании. То есть человек начнет культивировать в себе и с собой вот этот образ, эту пустышку, это плацебо. Он, естественно, не убаюкает и не усыпит этот ум. И, естественно, человек не будет пребывать в бодрствовании, он будет находиться в иллюзии. То есть он фактически в собой, своей светимостью будет оживлять идею обо всем этом. Ум не должен спать. Повторюсь снова, ум не вра. Ум может обрабатывать как территорию ментала, так и территорию сознания. То есть благодаря уму могут происходить, соответственно, искажения иллюзии, но благодаря уму могут происходить прозрения и инсайты, в зависимости, какую территорию этот ум обрабатывает. А эта зависимость зависит именно от того, где находится собой человек. То есть человек действительно ощущает присутствие себя, человек в наблюдении не просто из себя, а за собой. И только тогда в этом случае начинает происходить фактор разотождествления, когда проявляется доселе скрытое, то есть чистота сознания, чистота сути бытия. Она всегда в человеке была. Лишь человек от этого отворачивался, потому что он находился в неведении. И я бы даже сказала, человек всегда находится до момента пробуждения в неведении о своем неведении. И все, что происходит в его фазе активности, это только культивация ментала, культивация мыслительных процессов. И, увы, эти мыслительные процессы управляют человеком, а не человек управляют ими. И потому, как я всегда говорила, человек априори не может думать мысль, если он выключенный. Это мысль думает человека. И думает она его, исходя из внутренней парадигмы, исходя из внутреннего сценария, исходя из тех постулатов, эталонов, шаблонов и концепций, которые зашиты у человека в подсознании. И таким образом определяется отраженческая реальность. То есть те люди, те события, те ситуации, которые будут проявляться, они задаются самим человеком благодаря сценарию, зашитому в его подсознании. Ну вот смотри, давай исходить из того, что данная цитата – это всего лишь информационный сигнал. Ты по факту не знаешь того человека, кто это написал. Ты его не видел. Да даже если бы и видел. Все равно этот человек не ты. И любой другой слушающий, взаимодействующий и с нашим подкастом, и с этой цитаты, он ли слышит информационный сигнал. Так вот, для чего идет призыв? Пусть ум спит. Если отмотать немножко назад, то можно увидеть. А как можно увидеть? Встроившись чистоту автора этой цитаты. Что ум, мышление и мысли воспринимаются как нечто плохое, как нечто негативное, как некий раздражитель, как некий какой-то деструктивный фактор, который тормозит что-то или мешает чему-то. И вот заведомое неверное восприятие уводит куда? Попытку бороться с этим. Попытку бежать от этого. Попытку преодолевать это. И как я часто говорю, не против все злому, ибо оно множится. А человек не осознает всего этого, он просто подписывается. А вот я часто применяю такое выражение, будьте осторожны, не подписывайтесь под это, да, не ставьте просто так лайки. Что это значит? Человеку кажется, что это совершенно невинное действие. Ну подумаешь, лайкнул, ну подумаешь, там, вроде бы на этот момент согласился. Нет, это не вроде бы, и это не просто на этот момент. Дело в том, что светимость человека, это его сущностное, да, сущностное присутствие сути бытия в самом себе. Пусть даже оно латентно, но оно продолжает оживлять, одушевлять, подпитывать, продуцировать жизнь той или иной концепции. И если человек на что-то направляет свое внимание, туда он транслирует свою светимость, и это начинает оживать. Потому что действует закон, по вере вам воздастся. И еще я хочу сказать нашим слушателям, вот смотрите, если вы, например, захотите от чего-то избавляться, вы задайте себе вопрос, а кто стоит за тем, что это создано. Я часто в последнее время этот вопрос поднимаю. И тем не менее я все равно хочу повториться. Зачем бороться с тем, что имеет место быть? Значит, назначение пребывания этого в данной реальности не случайно. Значит, оно несет в себе какую-то нагрузку, да, очень важную для человека. И ключ заключается не в том, чтобы от чего-то плохого избавляться, а что-то хорошее пытаться притягивать. Потому что это борьба, которую человек всегда проиграет. Она специально затягивает человека в такие воронки, из которых вылезти нельзя. То есть человек полностью сгорит. Он отдаст свою светимость, и на этом все закончится. Ключ заключается в следующем. Будь в мире, но не от мира. То есть скользить по поверхности реальности, скользить своим присутствием, скользить своей герметичностью, взаимодействуя, но не вовлекаясь, не ныряя на дно, не обуславливаясь. Вот в чем ключ. Поэтому не надо бороться с умом, не надо бороться с мыслями. Не надо бороться с эго, с телом или еще с чем-то. Важно разобраться, как это устроено. Но для этого действительно нужно наблюдение. И не просто наблюдение. В практике, в проекте об этом много и говорится, и вскрывается, пошагово дается, сопровождается человек в этом пути. Чтобы человек уловил, что такое на самом деле наблюдение, а не идея или концепция о том, как это представляет себе человек. Потому что представление и то, что есть настоящее, это несопоставимые координаты. Так вот, бороться нельзя. Важно быть в разотождествленном состоянии. То есть взаимодействовать осознанно. Как я уже говорила, мне могут не нравиться фильмы про войну. Я не буду взрывать киностудии, которые, допустим, снимают эти фильмы. Я не буду взрывать библиотеки, которые хранят какие-то там видеофильмы или кассеты или еще что-то, какие-то записи. Или книги про войну, библиотеки там поджигать. Зачем? Если я, например, не хочу это смотреть или читать, я могу просто туда не заходить. И в этом ключ. А здесь навязывается делатель. Это такой наркотик, когда человек увязает в таком действии, потому что он ведом иллюзии, он ведом идеи, он ведом целью и не понимает, что это не ему принадлежит эта цель. Это он принадлежит этой цели. И вот это опасно. И вот это несет в себе алгоритм безвыходности.